Сегодня у нас речь пойдет о южно-селькубском языке, коренном языке, региональном языке Томской области. Здесь на заглавном слайде вы видите три самоназвания южно-селькубского языка. В настоящий момент в пределах Томской области проживают, ну скажем так, потомки селькубов трех диалектно-локальных групп. Это ШОШКОЛА, ЧУМОЛГУЛА и СЮСЮГУЛА. Соответственно, их язык в несколько русифицированном варианте называется ШОШКОШЕ, ЧУМОЛШЕ и СЮСЮГУЙСЕ. Селькубский язык. Южно-селькубский язык относится к самодийским языкам. Все из них я здесь расписал. Ненецкий и Нишанский. Нишанский – это лесной ненецкий язык и по-другому называется. Дальше эницкий языки, тундренный и лесной – это два разных языка, как считается. Селькубский, южный и северный – тоже два разных языка, как считается с недавних пор. И, кстати, что у эницов, что у селькубов, их этническая территория разделена. Причем селькубов, она разделена довольно радикально. И северные селькубы, они живут вообще в лесотундре, в Ямало-Ненецком округе и в Турханском районе Красноярского края. А южные селькубы живут в Томской области и географически это условия Южной тайги, Средней приобии. И между ними довольно значительное расстояние. С XVII веке произошел распад. С тех пор эти группы между собой не общаются. И их языки или диалектные континуумы прошли совершенно разную историю. И эта разная история, слава богу, продолжает идти в какое-то будущее. Ну и другие самодийские языки, о каких я не сказал, мганасанские, это на Таймыре, самый северный в мире язык, кто не знал. И как минимум шесть вымерших саянских самодийских языков. Они не все друг другу близкие, родственные. Кайбальский это по факту диалект Камасинского был. Моторский, Тайгейский, Карагасский это совершенно другой диалектный континуум. Слабо вообще родственные Камасинскому, Кайбальскому, но про сайотский даже ничего особого не могу сказать. Который был еще самодийский. Потом сайотский стал тюркский, а сейчас сайот вообще на бурятском разговаривает. Вот такие самодийские языки. И место селькубского среди них. Итак, здесь мы видим Томскую область. Потому что южно-селькубский язык современный бытует исключительно в Томской области. И даже в лучшие свои годы он лишь немного выходил за пределы современной Томской области в Красноярский край. Вот здесь вы можете видеть, где написано Тымский, река Тым, ее исток в Красноярском крае. И река Кеть, ее исток тоже в Красноярском крае. То есть здесь я написал диалекты южно-селькубского языка, диалекты южных селькубов. И цвет шрифта как раз выражает принадлежность к самоназванию. То есть синим это чумул-була. Это они же центральные диалекты. Они же хо-диалекты хокающие. Это тымский диалект по реке Тым. Река Тым длина, кстати, целую тысячу километров. Басюганский диалект на небольшом участке Аби, в нижнем течении Басюгана и по Чижабке, по одному из притоков. Нарымский диалект занимал очень большую территорию тоже в свое время. Но сейчас его центр это село Парабель. Дальше в самом центре карты написано через перенос строки Иванкинский, он же шошкубский диалект. Это уже другое самоназвание, поэтому тут обозначено другим цветом. И это наряду с Нарымским как раз таки это один из двух южно-селькубских диалектов, которые демонстрируют какую-то витальность, вообще признаки жизни, активизм и все такое прочее. Ну, кстати, Нарымский диалект, который здесь щедро написан через весь Парабельский и Бокчарский районы, он сейчас локализуется в основном в городе Томске. Вот, а в Парабеле, в Нарыме там почти ничего не происходит, скажем так. И в Анкинске, там в Колпашеве, в городе Колпашево, там есть активизм, но там все очень непросто. И в конце второй сорокаминутки мы об этом тоже поговорим. Вот, и еще один диалект на континуме, это Сусюгула, зеленым написан Накетский диалект, очень обширную территорию тоже занимал. И я очень надеюсь, и лингвисты многочисленные тоже надеются, что где-то в дальних селах Накети еще есть семиспикеры полуносителей, может быть, даже какой-нибудь носитель затерялся. Вот, но это не подтверждено, потому что это нужны широкие социальные контакты в этих селах, нужна очень большая работа там, заниматься этим пока некому. Вот, Верхнеобской, Чаинский диалекты, они вымерли уже довольно давно. Чулымский диалект, он вымер еще до Великой Отечественной войны, лет в сороковый... К сороковым годам он уже сошел на нет. И там было еще одно самоназвание среди южных селькупов Чуйбула. Они частично переселились потом на Акеть и растворились среди других селькупов. Но вот этот тот чулымский диалект, он даже записан очень слабо, потому что научная школа его не успела записать, о которой я вчера рассказывал, научная школа Дульзона и сам Дульзон. Ну, вот так. Здесь по-другому отмечены южно-селькуповские диалекты. Тоже здесь они соединены ареалами. Ну, скажем так, на 60-е и 70-е годы еще можно было бы вот так прям соединить ареалами, что вот тут, что вот в этих пределах живут люди, там носители, полуносители южно-селькуповского языка. То есть, как вы можете посмотреть в легенде карты, то есть вот чумы, 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 все почти одно и то же. Вот это чумы в диалектах, в диалектах. Вот шошкупский в центре занимает промежуточное положение. И сусугуй – это верхняя опь, и это кеть. А, и еще я не сказал. Не стоит путать кетский диалект селькупского языка с кетским языком енисейской семьи. И это совершенно разные вещи, находятся совершенно в разных локациях, друг к другу не имеют никакого отношения. И, собственно говоря, это все, это разное. То же самое касается чумынского диалекта селькупского, который давно вымер, и мало еще про него мы знаем. И чумынского языка. Это тюркский такой есть язык, тоже в Томской области, и в Красноярском крае еще. Вот это тюрки. А селькупс – самодийцы. Так, дальше потихоньку переходим, собственно, к языку. Здесь вы можете видеть лишь некоторые алфавиты, лишь некоторые образцы письменности. В нижнем левом углу сусугуй алфавит – это алфавит словаря кетского диалекта. На кетском диалекте, собственно говоря, только этот словарь есть. Остальные три относятся к шашкупскому диалекту, который, как вы видели, локализуется на очень небольшой, вот такой фиолетовенькой территории в город Колпашево и часть Колпашевского района. Вот. Вот такие алфавиты. Ну и давайте, что, поехали? Фонетика. Начинаем с гласных. О всегда произносится как О. То есть, как я говорю своим ученикам тоже по сравнению со стандартным русским языком, селькупский окружий. То есть, мы говорим, вот я сейчас буду говорить, вы, если хотите, там повторяйте, ну или не повторяйте, а просто следите за тем, что я тут произношу. Вот. О всегда произносится как О. В безударном положении тоже. То Рова, Кодалджагу, то Бонда, Кондак, Оптоджимба. О всегда сохраняется. Вообще, письменность южно-селькупская появилась совершенно недавно. Это самое начало 90-х годов. И она практически строго фонетическая. То есть, если написано О, значит, надо читать О. И также относится к остальным звукам, что мы с вами тоже посмотрим. Долгота гласных. Гласные бывают долгие и краткие. В современном языке это соблюдается не всегда. Но иногда долгота выступает как смыслово-различительный фактор. И в некоторых словах долгота абсолютно устойчиво существует. Ну, вот классический пример таких слов. Мат, дом, мат, я. Таб, комель, дерево. Это нижняя часть дерева, самая толстая. Таб, и таб, это он, она, оно, с именением 3-11 числа. В скольском языке нет грамматического рода. Вообще. Как и во всех уральских языках, собственно говоря. И самодийских тоже. Так, дальше про гласные. Гласные переднего ряда. Или, как я говорю, неискушенные в лингвистике публики, я говорю, это остаток от йо, ю, я. Лингвисты будут в ужасе от такого определения, но зато популярны. Вот, и, и, а, передний рядные гласные. И в чем еще одна их особенность? Они не смягчают предыдущие согласные. Это я тоже всем всегда проговариваю. Вот, дальше, примеры на йо. Можете повторять за мной, я тут постараюсь не торопиться. Вот. Тюмба, йодат, пальджо, нымба, пыв, ир, шут. Вот, обратите внимание, что я стараюсь, чтобы согласный сохранял твердость, не палатализовался. Ну, вот, дальше. И, ты, иргумба, нюр, идыгу, пюге, инглджигу. Может быть, слишком быстро, но, в общем, обращать внимание. Э, те, тербак, тенвам, тен, элгу. И в шош-кубском диалекте, он же иванкинский, различие переднерядных гласных и различие таких гласных, которые записываются в русском языке и в селькубском тоже ею и я, тоже иногда выступает как смыслоразличительные функции. То есть, ты – это огонь, а тю – в шош-кубском – это земля или глина. Тёгу – прийти, приехать. Тёгу – намазать. Поэтому, если с соблюдением, несоблюдением долготы там еще контексты практически никогда не смешиваются, то конкретно в этом диалекте при несоблюдении правильной ретипуляции гласных контексты еще как смешиваются. То есть, или мы говорим «ты – огонь» или «тю – земля», или «мат тюмбак» – «я пришел», или «мат тюмбак» – «я намазал». Вот. Дальше гласные «и» с точкой наверху, с одной точкой. Это звук средний между «и» и «ы». Схожий звук есть в русском слове «самиздат». Это, конечно, крайне спорно. Сейчас можно начать обсуждать, что в слове «самиздат» там «ы» или там не «ы», и вообще что там такое. Но, в общем, «и» – это средний между «и» и «ы». И, по-видимому, в украинском языке это то, что пишется русской буквой «и». Вот это тот же самый звук. Средний между «и» и «ы». То есть звучит как «и» или как «ы», переходящий в «и». Но вот это добавление я написал там для тех, кому этот звук не дается. И он тоже не смягчает предыдущий согласный. Более того, если мы посмотрим там еще на записи 60-х годов, то мы увидим, что, собственно говоря, «и» обычный, который мы знаем по русскому языку, и «ло» в селькутском не было. То есть на фонетической транскрипции текстов там еще 60-х годов мы видим, что «и» ни в каких случаях не смягчает согласные предшествующие сроки. То есть это уже русификация, которая произошла за время языкового сдвига во второй половине 20-го века. Раньше, по сути, был только один «и», который не смягчал предыдущий согласный. Так, ну и вот примеры на звук «Тит», «Ти», «Тирамба», «Тика», «Нык», «Ти», «Нынгет», «Нынгет». Дальше. А, вообще-то говоря, это «шва», это нейтральный звук, но, во-первых, пишется он только в шошкубской орфографии, и, во-вторых, так, что-то я хотел сказать. А, и во-вторых, он бывает и ударным, и долгим, и более того, он даже бывает долгим, безударным. Это мы можем видеть даже в дидактической литературе по евангельскому диалекту. Вот. Нечеткий звук, средний между «э», «а» и «э». То есть максимально среднее положение языка такое «э», «а». Но в нарымской орфографии, в нарымском диалекте «чумал» этот звук не пишется особо. Там, как правило, пишется обычный «э», потому что минимальных пар с этим гласным нет, что вот здесь «шва», а здесь «э» и разный смысл. Таких пар подобрать нам не получится. Ну, и еще что интересно, вот этот самый «э», который пишется в шашкубской орфографии, он в разных диалектах дает разные рефлексы. Вот. На слове «рыба» это хорошо видно. Вот «квал» пишется в шашкубском, «квэл» на рымском, «квыл» в васюганском, «квал» и «квал» еще в каких-то других случаях это тоже встречается. Ну, и примерно этот звук. «падж», «квал», «чардж», «мэрлджагу», «мэрлджагу». То есть «мэрлджагу» после «р» такой нечеткий звук. Дед в одних диалектах там пишет на месте такого нечеткого звука «ы», на других «э». Можно писать вот это «шва», но по сути это будет тот же самый нечеткий звук. Я увидел здесь вопрос, и я сейчас на него отвечу. И с точкой встречается в начале слова, встречается в начале слова и после гласных. Да, она встречается, но здесь таких примеров нет. После гласных я даже сейчас не вспомню, это редкий случай, по-видимому, а в начале слова «пожалуйста», например, «ыго», глагол «брать». Довольно частый глагол. Ну, под влиянием русского языка там иногда остается просто долгое «и», «иго», или вообще краткое русское «и», «иго». Но если мы посмотрим на более старые словарные записи, то там «ыго» или «ыго». Долгий, краткий. Так, дальше. Согласные пошли. Заднеязычные «к», «г» произносятся задней частью языка. Причем, что касается звука «г», он очень напряженный, и у меня вообще редко получается его произносить аутентично. Особенно на конце слова, там прямо все взрывается. А вот с задней частью языка. Так, примеры на «к». «Кондакат», «пек», «как», «ак», «кайватку», «четкат». То есть эти звуки, они могут быть и мягкие, и твердые. На мягкость нам указывает буква «е», в частности в словах «пек», «кэк», 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 «кэк». Здесь «е» идет после «кэ». Если бы не было палатализации и был бы твердый звук, писалась бы буква «э». Собственно, принцип «как» в русском языке. Было бы «кэк», но это «кэк». Дальше. «г». «рогвана», «нярг», «пергэгат», «корг». «Корг». На конце слова он прямо очень напряженный, очень глубоко в горле такой «корг». «Корг». Вот. Надо тренироваться очень тщательно. Дальше «н». «Н» тоже заднеязычный звук, тоже произносится задней частью языка в том же месте, где «к» и «г». Там же «н». «чангва», «ранга», «анг», «получингу», «чанглэлэ». Так. И буква и звук «г». Он встречается только в нарымском диалекте и, в принципе, в диалектах «чумол». То есть, как все называют в хэкающих диалектах, вот этот «г». И позже там вы посмотрите, почему. Это, ну, как я говорю на занятиях своим ученикам, которые только начинают, это как украинский «г» или южно-русский. Но тут оказывается, что вообще далеко не все в Томской области слышали южно-русскую речь и вообще далеко не все понимают вообще, что происходит. Это «г», звонкая пара «х». «Х» и «г». Вот встречается только в нарымском «чумол», не встречается в начальной позиции, в принципе. Примеры. «Эгэ», «тёгэ», «лабгэ», «одогэ», «агелку», «квоягак». Так, сейчас я быстро посмотрю, что там в чате. Гриша, у тебя самого акцента есть и есть? Потом скажу, как носители оценивают. Можно вопрос про Новый год тоже потом? Условия «г» или «г». Да, как слово... Гриша, это не про Новый год, прости, это про «нг». А, про «нг». Да, можно вопрос? Просто «нг» нормальный, у меня есть на клавиатуре, но он почему-то не пишется в чате. У меня вопрос, что вот здесь вот есть «чангва» и «чангва». «Чангва». Да, есть «рана» и есть «поучингу». Это два разных звука, когда один «ана», а другой «анга» или как? Нет, почему разный звук? Я как-то не понимаю, откуда такой вывод. Сейчас попробую сказать. Короче говоря, у нас в нанайском у нас если «нг», ну, то есть вот этот вот звук «н» оказывается между гласными, то он всегда звучит как «анга», гробо говоря. А это сам... Не-не-не-не, у нас нет такого. У нас... Короче, у нас «н» не имеет аллофонов и, кстати, так же как «г» и так же как «г», он не встречается в начальной позиции. Вот, например, в ненецком, в ненецком, там «н» в начале слова просто сплошь и рядом. А, кстати, слово «наганасан», грубо говоря, как прочитает селькупы? Ну... Наганасан? Ну, смотри, если он увидит это слово написанное, он прочитает, ну, вот по-русски прочитает он это слово. Если написать через «н», то попробует прочитать через «нанасан». Ну, я помню, что вот этот «нанасан», там что-то вроде там «свой товарищ», там хороший человек «нанасан». И там тоже начинается «нанасан». Ну, ладно, мы что-то отвлеклись. Да. Так, если у меня самого акцента, акцент у меня есть, я про это скажу маленько позже. Угу. Так, дальше. Угу. Согласны. Продолжаем. «Дж» и «ч». «Дж» бывают твердым и мягким. «Дж» и «Дж». «Ч», если мы видим «ч» с хвостиком, с дисцентром, это всегда «тш», «ч». «Он» это всегда твердый звук. «Дж» и «Ч». Примеры. «Манджи», «Чаджак», «Каджле», «Тюнджак», «Парджа». Теперь «мягкий дж». На мягкость нам указывает или мягкий знак, или гласные буквы, скажем так, такие как «И, Е, Ё, 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 Ё». Передней рядные «И, Е, Ё, 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 Ё. «Ныльджик», «Чумолджаре», «Маджогат», «Пуджи», «Чеджетку». И примеры на «Ч». «Чага», «Атчам», «Чорча», «Квалчугу», «Чорг», «Ч». И еще маленько про согласный. Согласный «Ш» в сочетании с «И, Ё, 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 Ё» звучит смягченно, но не переходит в «Щ». Звук «Щ» в языке отсутствует. «Щи», «Щёрвадышпа», «ЩЮ», «ЩЁт». Звук «Р» всегда произносится несколько дольше, чем в русском языке. Я сам слышал на старых магнитофонных аудиозаписях. Иногда эта особенность передается двумя буквами на письме. Например, «Оралджи». «Держи». Да, так умлауты вроде не смягчают. Да, верно, они по идее не смягчают, но в нарымском диалекте можно часто увидеть, что после «Джи» пишется «ЩЮ», «Э», и предполагается, что мы должны считать это мягко. Ну, орфографические глюки, куда же мы без них тянемся? Но да, умлауты по идее не смягчают. Ага, так, и вот еще из разряда как пишется, так и слышится. Звонкие и согласные звуки «БВГГДЖДЖИЗ» не оглушаются в конце слов, то есть не произносится как «ПФККТЖДЖИЗ». И тоже иногда это приводит к разнице в смыслах. Ноб – это рукавица, ноб – это бок, небо – погода, каб – тело, каб – кровь или полок. Так, и, наконец, соответствие между шишкубским и нарымским диалектами, фонетики и графики. Почему именно эти два диалекта? Потому что на них есть какая-никакая литература, потому что они сейчас там подают признаки жизни, развиваются, живут, потому что мы с ними работаем. Вот, и в их фонетике и графике есть некоторое количество регулярных соответствий. То есть там или «с», там почти везде или везде будет «х», то есть «соргу» и «харгу». Сочетание «св» в шишкубском переходит в «ф» в нарымском «свам» или «фанг». «З» в шишкубском и «г» в нарымском «кваязок», «кваягак». Вот именно поэтому нету «г» в шишкубском, потому что там «зэ», а на буквы «з» в селькубском языке слова не начинаются. Поэтому «г» соответственно с буквы «г» тоже начинаются. Мягкий звук «те» в шишкубском соответствует «ч» в нарымском «натят», «начат». Мягкий идея в шишкубском соответствует «дж» в нарымском «мадьогат», «мадьогат». И дальше проведем невидимую линию и скажем о различиях чисто графических или орфографических. В шишкубском диалекте, в Иванкинском то, что пишется русской буквой «ч» это всегда твердый звук. Всегда твердый звук. И, собственно, в школьной дидактической литературе это тоже сказано. «Ченчугу». «Ченчугу». В нарымском языке есть и «че», потому что «те» в шишкубском и «че», поэтому мягкий появился в нарымском. И тот «че», который пишется обычно буквой в шишкубском, пишется с хвостиком в нарымском, чтобы различать мягкий твердый «че». «Ченчугу». Дальше, в глаголах «те» и «че», «че» в шишкубском соответствует «че» с хвостом нарымском. «Ченчугу» и «ченчугу». «Табетчугу». Безударный «ы» соответствует безударному «ы». На самом деле читается это одинаково, это чисто особенность орфографии. Там пишется на месте шва «ы», там пишется «э» на месте шва. И долгота гласного в шишкубском она очень сильно распространена, 10 минут осталось, окей. Нарымском она обычно заменяется ударением, но везде, где-то на поле устойчиво. Ладно, не будем просуществительной, теперь я скажу маленько про интонацию. То есть, Артем спросил, есть у меня акцент, но неделю назад, никогда там, я когда говорил о языках Томской области, я затрону как раз сиркутскую интонацию. Вот, потому что то, что я слышал на магнитофонных аудиозаписях 60-х годов, 70-х, это совершенно особая история, совершенно не похожая ни на русский, ни на английский язык. Конечно же, акцент у меня есть, и сейчас он есть у всех, абсолютно у всех, и у носителей, и у полуносителей, и новых изучающих, всех остальных. И это для меня как челлендж, как бы, освоить то произношение, и особенно освоить те интонационные паттерны, потому что вот на эту тему нет ни одной научной работы. Но, из того, что я слышал своими ушами, насколько я понял, в сиркутском вообще не было тона, вообще не было тона, как в русском, как в английском языке. То есть, голос не идет ни вверх, ни вниз, абсолютно ровная интонация. То, что те функции, которые берет на себя тон в русском, в английском языке, выражаются с помощью громкости и с помощью скорости. Но это мои такие эмпирические студии, это, конечно, достойно совершенно целой массы исследований. Вот, так что есть куда расти до бесконечности. Так, ну, давайте пойдем дальше. В морфологию. На самом деле, чтобы обращаться, так сказать, с сиркутским языком, как-то его использовать, достаточно знать, да немного чего, несколько таблиц. По сути говоря, таблицу существительных, таблицу глаголов. Там, конечно, будет еще масса других подробностей, но база, это две парадигмы. Парадигма у существительного и парадигма у глагола. То есть, вот здесь мы видим падежи. Сначала рассмотрим шушкубский и нарымский. Родительный и винительный. Родительный кого-чего, винительный кого-что. Это два таких базовых падежа. И, кстати, мы в чатах с Васей и со всеми остальными думали, я закинул вопрос, как их назвать одним словом. Вот такие базовые падежи, так их назовем. В шушкубском родительный Т или Н. Пока не смотрите, одушевленный или нет. Т или Н родительный в принципе бывает так и так или ПМ. Но в общем случае Т родительный и П винительный. Вот дальше падежи пространственные. Падеж куда? Дательный направительный падеж. Где? У кого? Местный. Местновременной и местноличный. И падеж откуда? От кого? Это исходный. То есть, здесь мы видим разные окончания. Дальше продолжительный или продольный по чему? По кому? Вдоль чего? Вдоль кого? Они совпадают для одушевленных и недушевленных существительных. Дальше два падежа, которые тоже идут как бы в паре. Это падеж с кем? С чем? Рудно совместный и лишительный без кого? Без чего? Калк-калк. И назначительный превратительный он имеет массу различных функций. То есть, это для кого? Ради кого? Для чего? Из-за чего? Из-за чего? Почему? О ком? О чем? Зачем? За дровами я пошел. Ага, вот смотрите, вот мы можем здесь посмотреть пример склонения слова. то есть, неодушевленные вот у нас эд деревня, да? Нет деревни эдот, вижу деревню эдот, иду в деревню эдон, в деревне где эдогот, дальше одушевленные падежи пропускаем, из деревни от деревни эдогонда, по деревне ходит Ваня, есть такая частушка, эдовод по деревне, деревней или с деревней, то есть, выражает совместность или инструмент эдзе, назначительно превратительный, то есть, ради деревни или из-за деревни эдко или эдотко, и лишительный без деревни эдголк. Кстати говоря, на этом самом месте я сейчас поставлю вам в чат ссылку на парадигмы на Яндекс.Диск вы можете зайти, открыть эти парадигмы, и я очень всем рекомендую сейчас их открыть, потому что они нам дальше понадобятся. Они нам дальше понадобятся. А пока смотрим на слово вот друг, ляга, 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 друг, нет, друга, друга или дружеский, ляга, родительный падеж, он еще как вообще как адъектив может выступать, как прилагательный или как притяжательность может выражать, чей. Ляга, друга, кого, чего, вижу друга, ляга, 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 с этим многие путаются и долго не могут понять разницу с родительным, винительным, вот, они очень часто и очень нужны. Дальше. Кому другу ляга, ган, д, ну, кстати, вот эта более старая табличка, просто не всегда с этим падежом дательным и правительным соблюдается разные показатели удушевленных и неудушевленных. Ну, ладно. Дальше. Местновременной неудушевленной падеж, где пропускаем местный личный, у кого ляга, лягаанан, лягаанан, у друга, от кого, от друга, лягаанан, да кто, дальше, откуда пропускаем неудушевленный, по другу, лягаанан, другом или с другом лягаазе, другом, например, стал, лягаатко, и без друга, ляга, лягаагал. И есть еще такая вещь, как лично притяжательное склонение, в основном она сохраняется в именительном падеже мой, твой, его, то есть эдом, моя деревня, или эдэл, даже, наверное, там лучше написать эдэл, твоя деревня, или эдот, его деревня. В остальных падежах довольно редко сохраняется, остается вот этого лично притяжательного парадигма, что там есть моя деревня, нет моей деревни, там и так далее. Но здесь мы видим парадигму Шошкубскую, Иванкинскую, на рымской парадигме в винительном падеже сохраняется особый показатель и инструментальность коммитативе, то есть с кем, с чем, с чем. Так, ну вот, ну вот, так, на рымский у нас, ну давайте посмотрим на рымский, здесь меньше падежей, потому что на рымском очень редко используется исходный падеж откуда. Ну, конечно, бывает, но он довольно маргинален, чтобы включать его в раздатки для тех людей, которые только начинают учить язык. Обычно семантика вот этих двух падежей, она слилась вот в показателе, который выражает запродольность изначально, то есть элтэ. так, и то есть если мы возьмем, например, для примера, слово, сейчас напишу вам в чат, слово корг, слово корг, медведь, какой-нибудь, да, так, сейчас не могу вам, к сожалению, символами написать, ну в общем, там все с хвостиками должно быть корг, вот, корг, нет медведя коргат, вижу медведя коргат, иду, там, дал медведю или иду к медведю корган, к медведя корганам, от медведя или по медведю коргат, с медведем коргхи, без медведя корггалк, и для медведя или из-за И возьмем еще существительное какой-нибудь мадж-тайга. Маджит таежный или тайги, кого-чего. Вижу тайгу маджит. В тайгу маджонда. В тайге маджогат. По тайге маджоуте. После дже будет или ё или ё писаться маджоуте. С тайгой или тайгой маджген. Без тайги маджгалк. Для тайги и за тайги маджитко.